С просьбой провести проверку в Монетке обратились жители 14-го микрорайона. По их словам, в магазине есть просроченная продукция. Соблюдение сроков реализации товаров и стало объектным внимания контролёров. По жалобе потребителя, который отреагировал на просроченный товар, мы тоже должны были отреагировать, пришли сюда, обнаружили этот просроченный же товар, это было колбасное изделие. Руководство магазина не стало прятаться от проверяющих. Наоборот, все вместе проверили сроки реализации остальной колбасной и мясной продукции. Просроченную куриную колбасу работники магазина незамедлительно убрали с прилавка. Обычно у нас такого не бывает, потому что за каждым отделом закреплен свой человек. Но сейчас ввиду отпусков, ввиду того, что нехватка штата, может, из-за этого какой-то такой сбой произошел. Вообще мы обычно за этим следим. Утилизацию производим каждый день, каждый день все проверяют зоны ответственности. Просрока раньше у нас не было в магазине. Проверки качества в нашей сети существуют, и управляющие постоянно проверяют магазин. Однако внимание контролёров привлекли также расфасованные без какой-либо маркировки куриные окорочка в холодильной камере. Нет ни даты фасовки, ни числа, ни месяца. Расфасована, значит, окорочка без опознавательных знаков, без отвеса, без цены за данную как бы расфасовку. Сделаны были замечания старшему продавцу, на что она как бы отреагировала, сказали, что устранят это всё. Кроме общего ценника на холодильнике с информацией о товаре, фасовка должна содержать название, вес, дату изготовления, срок реализации, напоминают контролёры. Проверили они и остальные товары в магазине. Очень много льда, что тоже, в принципе, недопустимо. Срок годности хороший. Потерявшие товарный вид подпортившиеся яблоки, дыни и болгарский перец рекомендовали изъять из продажи. Санитарное состояние магазина было признано удовлетворительным. Особенно отметили контролёры отношение к проверке руководства магазина «Монетка». Никогда не было обратной связи, то есть с руководством, да, как бы, всегда у нас было всё в штыках, да, всегда вот так вот. Здесь получается совершенно другое, да, обратная связь с ощущением, да, то есть мы как бы делаем замечания, вы реагируете на это. Мы же одно дело делаем, конечно. Участники проекта «Народный контроль» уверены, что только совместные усилия позволят не допустить нарушений правил торговли. Ирина Заикина, Алексей Магин, Новости Губкинского.